Привет всем гостям и подписчикам моего канала Медуза Чайно Гаджет, меня зовут Сергей и это моя постоянная рубрика под названием ProSmart. Новости из Китая и не только, так что подписывайся на канал, ставь лайк этому видео, жми колокольчик, поехали! Компания Mediatek анонсировала свой первый процессор с поддержкой 5G Dimensity 1000 5G. Он обеспечит максимальную скорость скачивания на уровне 4,5 гигабит в секунду. Скорость загрузки составит 2,5 гигабита в секунду. В состав этого процессора также вошли Bluetooth версии 5.1 и Wi-Fi 6. В производительном блоке используется ядра Cortex-A77 с частотой 2,6 гигагерц, а в энергоэффективном Cortex-A55 с частотой 2 гигагерца. За графику отвечает Mali-G77. Dimensity 1000 5G обзавелся поддержкой одинарных камер разрешением до 80 мегапикселей. Максимальное разрешение сенсора в случае многомодульных модификаций может составлять 32 мегапикселя. Чипсет также поддерживает декодирование 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду. На AliExpress стартовали официальные продажи смартфона Blackview A80 Pro. Смартфон получил современный дизайн и камеру с четырьмя сенсорами, а также очень и очень привлекательный ценник 79,99. Blackview A80 Pro оборудован HD Plus дисплеем диагональю 6,49 дюймов. Сердцем аппарата стал процессор Helio P25 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составляет 64 гигабайта. В главной камере установлен сенсор на 13 мегапикселей Sony IMX258. Фронтальная камера получила 8-мегапиксельный датчик Sony IMX239. Емкость батареи составила 4680 мАч. В описании вы найдете ссылку на покупку этой новинки. Также производитель Blackview подтвердил, что в следующем году выпустит свой первый флагман с поддержкой 5G, который как раз будет работать на том самом новом чипсете Mediatek Dimensity 1000, о котором я рассказал в начале. Ну и компания Ulefone тоже не осталась в стороне. Они решили не пасти задних и также подтвердили официально, что в 2020 году выпустят свой первый смартфон на этом чипе. В общем, судя по всему, 2020 год запомнится нам как год, когда началось массовое производство 5G смартфонов практически всеми компаниями, включая китайские. Vivo готовится представить Vivo X30 уже в этом месяце. По этой причине китайская фирма наращивает свою рекламную кампанию, чтобы еще больше подогреть интерес. Официальный представитель Vivo опубликовал первые снимки телефона и заявил, что X30 станет телефоном для профессиональных снимков 60-кратным зумом. Согласно утечкам, компания будет продавать варианты Vivo X30 как с 4G, так и с 5G. Смартфон может дебютировать с процессором Exynos 980 и Jovi OS. Обновленная версия из своей операционки Funtouch на базе 10-го андроида, лого которого также недавно появилось в сети. Jovi – это имя умного помощника Vivo, который интегрирован во все смартфоны компании в Китае. Про Jovi OS пока нет практически никаких подробностей. За последнее время очень много рендеров будущих продуктов компании Samsung утекло в сеть и Galaxy S11 Plus не исключение. Рендер показывает, что расположение фронталки у смартфона будет как у Galaxy Note 10. Также сообщается, что аппарат получит изогнутый дисплей Dynamic AMOLED с диагональю 6,9 дюймов. На задней панели Galaxy S11 Plus разместился модуль аж из 5 камер. По слухам, одним из датчиков является 108-мегапиксельный сенсор Samsung. Смартфон должен поставляться с процессором Exynos 990 или Snapdragon 865 в зависимости от рынка. Ожидается, что его дисплей будет иметь частоту обновления 120 Гц, что станет тенденцией для флагманских телефонов следующего года. Также ожидается, что Galaxy S11 Plus получит довольно большую батарею. Компания Honor анонсировала флагманский смартфон Honor V30 Pro. Если он появится в Европе, то будет продаваться как Honor View 30 без приставки Pro. Новинка получила IPS Full HD Plus дисплей на 6,57 дюймов с отверстием для двойной фронтальной камеры. Она имеет разрешение 32 плюс 8 мегапикселей. Сканер отпечатков пальцев расположился на правом торце. Сзади остались вспышка и основная камера разрешением 40 плюс 12 плюс 8 мегапикселей. Сенсор Honor V30 Pro стал чип Kirin 990 с интегрированным 5G модемом. Оперативной памяти установлено 8 ГБ. Вместимость накопителя в зависимости от модификации может составлять 128 или 256 ГБ. Емкость батареи составила 4100 мАч. Программной основой выступила прошивка Magic UI 3 на базе 10-го андроида без сервисов Google. Honor V30 Pro можно будет купить в Китае уже 6 декабря за 555 или 600 долларов в зависимости от комплектации. Вместе с Honor V30 Pro компания выпустила и более простую версию Honor V30, которая мало чем отличается от Pro-версии. В плане внешнего вида все осталось без изменений. Первое отличие это наличие чипа Kirin 990 без интегрированного модема. Новинка тоже поддерживает все эти 5G, но за них отвечает не встроенный модем. Оперативной памяти предусмотрено 6 или 8 ГБ, а встроенной 128 ГБ. Емкость батареи также составила 4100 мАч, но Honor V30 остался без поддержки беспроводной зарядки. Последнее отличие касается основной камеры. Стандартная версия получила менее светосильную оптику, а разрешение широкоугольного модуля снизилось с 12 Мп до 8. Honor V30 тоже поступит в продажу 6 декабря по цене 470 или 525 долларов. Эта модель в Европе может продаваться как Honor V30, если дело дойдет до европейского релиза. Также компания Honor анонсировала свои новые смарт-часы Honor Watch Magic 2. Часы получили фирменный процессор Kirin A1, 32 МБ оперативки и 4 ГБ встроенной памяти. Honor Watch Magic 2 доступны в версиях 42 мм и 46. В обоих случаях используется AMOLED-дисплей. Новинка оборудована Bluetooth с увеличенным радиусом действия до 150 метров. Под капотом гаджета установлены NFC, GPS и пульсометр. Время автономной работы в зависимости от режима использования часов может составлять от 10 часов до 14 дней. Honor Watch Magic 2 поступит в продажу 12 декабря по цене 155 и 200 долларов. Xiaomi выпустила новые смарт-часы для детей. Новинка доступна в Китае под длинным названием Xiaomi Mi 2 Children's Watch 2S. Гаджет получил цветной экран диагональю 1,3 дюйма с разрешением 240 на 240 точек. Он заключен в прочный корпус с защитой от воды. На время занятий в школе предусмотрен режим «Не беспокоить». При его активации часы просто показывают текущее время и могут отправлять лишь экстренные сообщения. Любые иные умные функции недоступны в режиме «Не беспокоить». Емкость батареи в Xiaomi Mi 2 Children's Watch 2S составила 600 мАч. По словам производителя, новый носимый гаджет может проработать до 7 дней без дополнительных подзарядок. Стоимость часов составила около 30 долларов. Также ряды продукции Xiaomi пополнила еще одна новинка – пауэрбанк, который имеет приятный ценник и длинное название – Mao Sin Retro Mobile Power. Фишка пауэрбанка заключается в том, что он стилизирован под переносной радиоприемник. Новинка выделяется большими габаритами, но несмотря на это она радует глаз. Корпус батареи сделан из пластика, внутри установлен аккумулятор на 10 000 мАч. В конфигурацию Mao Sin Retro Mobile Power вошло два порта USB. Сила тока составила 2,1 А в каждом из них. Стоимость Mao Sin Retro Mobile Power составила 20 долларов. Huawei официально презентовала новый флагманский планшет Huawei MatePad Pro. Гаджет оснащен мобильным чипом Kirin 990. А в следующем году будет выпущена версия с поддержкой сетей 5-го поколения на базе системы Kirin 995G. Планшету достался IPS-дисплей диагональю 10,8 дюймов и разрешением 2К. Экран окружен тонкими рамками. Их ширина составляет 4,9 мм. В отверстии экрана в углу расположилась фронтальная камера на 8 Мп. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп. Емкость аккумуляторов Huawei MatePad Pro составила 7250 мАч. Программной основой выступила операционная система Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10. Ну а сервисов Google по традиции нет. Также стоит отметить 4 динамика, Wi-Fi на 5 ГГц и GPS в модификации с поддержкой LTE. За минимальную комплектацию памяти 6 плюс 128 ГБ придется отдать от 470 долларов. А вот версия с поддержкой LTE обойдется в 540 долларов. Старт продаж запланирован на 12 декабря. Также Huawei представила 2 ноутбука на базе Windows 10. Они называются MateBook D14 и MateBook D15. Обе модели предлагаются в нескольких модификациях. MateBook D14 может быть оборудован Intel Core i5 или i7 10-го поколения. Графическая подсистема представлена ускорителем GeForce MX250. Оперативной памяти предусмотрено 8 или 16 ГБ, а внутренняя память составила 512 ГБ. Стоимость Huawei MateBook D14 граничит от 740 до 925 долларов. Huawei MateBook D15 получил практически все то же самое, но при этом в каждой модификации имеется жесткий диск на 1 ТБ. Стоимость составляет от 570 долларов до 940 долларов. Старт продаж запланирован на 3 декабря. Ну а это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Ставьте лайк этому видео. Пишите в комментариях все, что вы думаете по поводу этого выпуска. Подписывайтесь на канал. Нажимайте обязательно колокольчик. До новых встреч. Встретимся через неделю.